Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев побывал с рабочим визитом в Заволжье. Левый берег Волги скоро изменится до неузнаваемости. Проведут газ, снесут бараки, создадут рекреационную зону. Это планы ближайшей пятилетки. Как их будут предварять в жизнь, увидел и мой коллега Дмитрий Ковалев. Насосная станция на окраине поселка Сосновка вот уже 30 лет оберегает территорию от паводков. Для Заволжья это стратегический объект. Если уровень реки Торовянка поднимется выше положенной отметки, то турбины начнут перекачивать воду дальше, в Волгу. На полную мощность они работают только весной. Осенью агрегаты обследуют и ремонтируют. Оборудование здесь стараются менять каждый год. А недавно и в здании провели капитальный ремонт. Но и этого недостаточно. В ближайшее время необходимо модернизировать устаревшую технику. Мы надеемся все-таки, что оборудование будем внедрять новое автоматическим управлением. Совершенно энергоемкое, эффективное оборудование будем внедрять. А так, значит, резервная линия электроснабжения, которая была предусмотрена, не была построена. Пока турбины справляются с потоками. Ситуация изменится, когда уровень Чебоксарского водохранилища поднимется до отметки 68. Возможно, что здесь придется возводить еще одну станцию. Выше 63 метра уже начнется затопление. Да. Потому что уровень рельефа где-то 63-65. Есть такие улицы, да, эти у нас. Поэтому до 63-й отметки это не допустим, конечно. На развитие территории Заволжья из бюджета региона выделяются большие средства. Красоты и экология Левого берега так и манят к себе горожан. Последнее время здесь стали чаще строить коттеджи. И власти республики это тоже приветствуют. Чтобы люди сюда стремились и дальше, необходимо реализовать ряд крупных проектов. Из пяти населенных пунктов Заволжья только в Сосновке имеются биологические очистные сооружения. Система водоснабжения. Хосфекальные канализации в трех поселках. Для повышения качества воды администрация города Чебоксары планирует в 2014 году привлечь средства из республиканской целевой программы обеспечения населения Чебоксары качественной питьевой водой. Раньше качественной питьевой воды в домах жителей Заволжья появится голубое топливо. Строительство газопровода начнется уже в следующем году. Сейчас необходимо в сжатые сроки оформить документы. Я хочу сразу поставить перед вами задачу. Уже надо начинать проектировать. У кого нет правоустанавливающих документов, готовите эти правоустанавливающие документы на объекты, для того, чтобы проектировать. Прежде всего, «Газпром» будет перед нами ставить по факту потребления газа. В ином случае, понятно, я говорю о том, что «Газпром» за счет своих инвестиций в всю эту газификацию будет проводить. 83 котельных и 1505 домовладений. Мы должны готовы быть, по моменту сдачи объекта стороны «Газпрома», эти потребители должны быть готовы к потреблению газа. Тогда обоюдное исполнение обязательств, соглашение будет выполнено. Газопровод будет проходить и по территории лесного фонда. Чтобы не возникало проблем, земли планируют перевести в муниципальную собственность. Ну и надо подготовить частный сектор. Я понимаю, тут в основном дома на травах, но и дома они не такие, как строят наши жители Чувашской республики. В основном там и котельные надо будет строить. Улучшить за Волжье необходимую демографическую ситуацию. Сейчас показатели не радуют. К примеру, местную школу посещают всего 190 детей, хотя она рассчитана на 500 ребят. Посетил Михаил Игнатьев и больницу, которая расположена в одном здании со школой. С медиками он поговорил о повышении заработной платы. А пациентов поинтересовался, насколько они довольны работой врачей. Претензий не оказалось. Глава республики заметил, что в ближайшее время и здесь необходимо провести ремонт. Медриковалев и Александр Петров. Республика.